Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы начинаем цикл передачи «Родные боги Славяна Арьев» и автор-сказитель, уже хорошо вам известный, Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! «Родные боги Славяна Арьев» – тема достаточно интересная, поэтому, надеюсь, у нас получится и эта передача довольно-таки объемная и информационная. Также, надеюсь, на продолжение нескольких выпусков. Начнем, наверное, мы с самого главного. Кто же у нас является богом-породителем, богом-основателем, старшим богом и создателем всего и вся. Вот теперь я тебе уже передаю микрофон для того, чтобы ты начал эту тему развивать. Пожалуйста. Дело все в том, что я попытаюсь провести параллели с существующими религиями, ну, естественно, ведического направления, потому что нет смысла трогать то, что не ведическое. Там вообще все своя кухня, как говорится. Вот, чтобы было более объемно воспринято слушателями, и они знали, какие параллели существуют между, скажем, понятиями наших родных богов и тех богов, которые существуют в других ведических ответвлениях, в других ведических религиях. Ну, к ведическим религиям я отношу все, что есть в Индии, но также в Непале, в Тибете и так далее. Буддизм, индуизм, даосизм, индуизм, кришнаизм, что там еще, брахманизм, шиваизм. Вот это все наше, это все ведическое. И это все является отголосками изначальной веры. Вера всегда была нашей изначальной. И когда мы делились этими знаниями, этим веданием Ра, то есть вера — это ведание Ра, изначального света Всевышнего Прародителя, когда мы делились этим знанием, этим веданием с другими народами, вот постепенно из этого знания и ведания развились религии. Но они сейчас на слуху, ими пользуются и эзотерика, ими пользуются йога, магия этим всем пользуются. Но почему-то на первом месте стоит вот этот индийский пантеон, плюс то, что нам оставили буддисты в свое наследие, а наша стоит где-то так далеко в тени. А поскольку сейчас идет повышенный интерес народа к родной вере, то лучше, конечно, постараться с тобой вместе изначальные корни рассмотреть нашего родового древа, для того, чтобы люди знали, откуда эти корни растут. И каждый листик, каждый человек как листик этого древа знал свое изначальное происхождение. Вот такая мысль. Хорошая мысль. Если говорить о Всевышнем, или ты сначала вопрос задашь? Ты все правильно сказал, на мой взгляд. Естественно, что есть понятие вера и есть понятие религия. Религия – это то, что уже было как-то скомпоновано дополнительно в угоду каким-то течениям, в угоду каким-то представлениям. Не будем сейчас углубляться в то, какие представления течения возможны. А вера была единственная, правильная, изначальная. И она шла от первого источника, то есть мудрость от наших предков, наших богов. И вот это надо необходимо понимать, и надо ставить акцент здесь. И все так называемые религии, которые ты называл ведического плана, это все-таки уже, как ты тоже верно сказал, на мой взгляд, это отголоски единого целого когда-то, где где-то что-то было упрощено для одних народов, где-то что-то было убрано или добавлено по-своему для других народов. Где-то это было искажено специально. И вот почему ты с таким удивлением сказал, ну, я так в кавычках говорю удивление, я думаю, что удивления нет, что вот почему-то нам индийское преподносят. Да потому что если бы давали изначальную веру, как она была, то в этом случае бы тогда другие религии не понадобились для всех русов. И в этом случае тогда бы все было хорошо, замечательно. Но поскольку по каким-то причинам, в кавычках, все было сделано так, как сейчас это есть, то в этом случае необходимо было не замалчивать о том, что была какая-то древняя вера, а просто дать более упрощенные варианты, сказать, ну вот смотрите, и большинство людей, которые здравомыслящие, они смотрят туда и говорят, ну, здесь же не все конкретно. Ну, им говорят, тогда вот держите, вот вам мы другую религию дадим. Ну, здесь, да, здесь какая-то есть институтская такая настройка, есть какое-то выравнивание, есть какие-то догмы, ну, в общем, построено. А там вот как-то все разбито, раскидано. И вот если бы, еще раз повторюсь, изначальная наша вера была в том виде, как она была в древности представлена, то тогда бы не удалось людей вести вот в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Поэтому были даны вот эти вот упрощенные несколько уже религиозного толка течения, которые себя относят к ведическому направлению. Вот какое-то такое мое дополнение, небольшой комментарий. А теперь, пожалуйста, переходим уже к разбору более важного и более главного для нас. Ну, начать надо с того, что ты уже упомянул о дроблении единого знания, единого ведания на религии. В самих ведах сказано, что религии есть проекция ведического знания, изначального ведания Ра, на уровень сознания народа, время, место и обстоятельства его восприятия. И это также объективный процесс, поскольку, подобно тому, как мы наблюдаем в природе, допустим, весну, лето, осень и зиму, в цикле жизнедеятельности Вселенной, и не только Вселенной, а потому что их бесчисленное множество, а всего мироздания, существует также четыре периода, которые можно сравнить либо с временами года, которые я озвучил, либо с суточным циклом, там, утро, день, вечер и ночь. И в силу того, что утро и день мы пережили, вечер тоже, это как раз вечер, это событие, описанное в Махабхарате, когда идёт духовный упадок, деградация духовных ценностей. Мы сейчас живём в ночи. И естественно, что целое знание раздроблено на мелкие осколки, как разбитое зеркало. И они отражают свет только каждым своим кусочком в меру своих возможностей и способностей. Поэтому так много религий. Но в Ведах это всё было предсказано. И сейчас хорошая новость заключается в том, что на ближайшие 10 тысяч лет будет малое утро, малый день, малый вечер, и потом ночь продлится. И мы сейчас живём вот в предрассветных таких сумерках. Уже светлее, чем было, но ещё недостаточно светло, чтобы, например, такие ведические лидеры и серьёзные священнослужители, как ведоман, ведогор, трехлебов, не подвергались бы гонениям. Это всё происходит, но тем не менее народ просыпается. Если раньше его было и обухом по голове не разбудить, то сейчас сами просыпаются, сейчас сами спрашивают, ищут, тянутся к родному. И вот смысл наших с тобой бесед как раз в том, чтобы это родное людям и донести. Вот в качестве вступления объяснение. Почему? Это не потому, что там злые силы настолько могущественные и хитры, что им это удалось. Они также выполняют волю Всевышнего. В природе на всё есть твои существа, исполняющие своё предназначение. Живое существо, оно действует. Умерло, появились черви, появились хищные птицы, и тут же сразу растащили его по запчастям. Очень хорошо ты всё сказал, мне понравилось. И здесь-то затронул важную очень тему о том, что ничего просто так не происходит без воли на то светлых наших великомудрых предков, богов. Потому что многие думают, ну вот, победили нас, ну вот, мы такие засранцы оказались, ну вот, мы такие никчённые, бросили нас всех, никчёмных поросят подзаборных, и начинают сваливаться во все тяжкие. А на самом-то деле надо понять, что ту взаимосвязь, которую ты обозначил, невозможно прервать, невозможно в сторону отложить. И если тёмным разрешено здесь существовать, это означает то, что это не просто разрешение, это воля, указывающая на то, кто они и для чего они. В данном случае они исполняют волю Всевышнего и светлых богов для того, чтобы здесь производить осенизацию, очистки, отделение плевел от зёрен. И если вы, извините, к зёрнам не относитесь, то для вас будут созданы условия для того, чтобы вас переработать и пустить дальше уже на более важные для развития этой земли, этого места Вселенной и вообще всех миров направления. Тогда всё станет на свои места. И тогда всякие вот эти стинания, рыдания уйдут на второй план, и вы поймёте, что главное – трудиться над собой, и всё тогда будет хорошо и для вас, и для ваших потомков, и для тех, кто вас сюда послал. Вот теперь мы уже, наверное, переходим к тем, а кто же сюда послал, кто здесь всё сделал, кто это всё здесь сварганил, придумал, разработал, внедрил и так далее. Хорошо, благодарю. У тебя хорошее дополнение. Действительно, если человека сильно одолевают паразитарные существа, значит, проблема в том, что этот человек стоит, как кое-что в проруби, болтается, он не сделал выбор. и они тоже его испытывают. Либо он на удобрение переработает, либо он, оттолкнувшись от того, что он хочет спастись от их влияния, начнёт духовно развиваться. Это тоже свою пользу имеет. Грубарь, если не хочешь гнить, чтобы тебя черви сожрали, так повышай силу вибраций, и тогда они не смогут тебя одолеть. Итак, давайте переходим к тому, что является выше всех, и вот даже в религиях называется термином «всевыше». то есть выше всех. А в родном мировоззрении, в ведическом миропонимании или в вере, то есть в ведании Ра, существует такое понятие, нужно сразу определить, как личностный аспект Всевышнего и безличностный аспект Всевышнего. И я попытаюсь сейчас разъяснить эти термины. Личностным аспектом, ну то, что более понятно называется, то, что мы в состоянии себе представить, хотя Всевышний, сразу оговорюсь, непознаваемая сущность, но не в принципе непознаваемая, потому что в ведах нет ничего непознаваемого, а непознаваемая с помощью пяти органов чувств, поскольку эти пять органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, принадлежат материальному миру. И фокус в том, что даже мир энергетический, где живут наши реализованные предки, то есть мир светлой нави, который мы называем славью, и в которой благоденствует небесная Русь, в отличие от Руси земной. Мы их даже с помощью пяти органов чувств не можем восприять, потому что они находятся, ну скажем так, в энергиях, это энергии разумные, чувства, мысли, идеи и образы, которые имеют полевую форму жизни. Мы даже с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса даже их воспринять не можем. Но так же, как мы не можем воспринять их, они не могут воспринять Всевышнего с помощью энергетического восприятия. Там есть ещё тонкие органы чувств на уровне энергии. И только духовное видение, духовное зрение, духовный слух способны составить о Всевышнем какое-то понятие. И вот личностный аспект, это аспект Всевышнего, который можно представить себе антропоморфно, то есть можно представить себе как человеческое существо, вернее, человекообразное существо, имеющее голову, туловище, руки, ноги и другие члены. Но таким образом можно это себе представить как проявление макрокосмоса. То есть, если мы возьмём тождество, известно ещё со школьных лет, между ядром атома, атома с вращающимися вокруг него электронами, и солнечной системой с вращающимися планетами вокруг Солнца, то это тождество позволит нам представить, ну так отдалённо, что личностный аспект Всевышнего человекоподобен и человекообразен, и, скажем, галактики, и метагалактики, и скопления метагалактики. Можно соразмерно себе так представить как пример, что это члены тела и органы этого вселенского организма. Но можно даже ещё дальше пойти, если взять Вселенную как атом, зная, что Вселенных бесчисленное множество. И вот из этих атомов Вселенных как атомов построить тело в масштабах мироздания. Вот это можно было бы назвать личностным аспектом Всевышнего. А безличностный аспект — это по, ну это, скажем, это всё. И он не имеет ни формы, ни цвета, ни запаха, он вообще не имеет ничего. Это сила, это воля. И это можно назвать безличностным аспектом. Ну, скажем, начнём с нашего мировосприятия. В нашем мировосприятии, в славяно-арийском, безличностный аспект, то есть Выше Вышнего, причина существования жизни в мироздании не имеет никаких названий, потому что назвать — это значит ограничить. Но, тем не менее, существует образ. Этот образ складывается из трёх рун. Руны Ра, Руны Ом и Руны Ха. Эти руны как бы имеют своё предназначение. Руна Ра означает изначальный свет Всевышнего. Руна Ом означает изначальный звук Всевышнего, вибрация, которая является более грубой, скажем, проявлением света. Если свет — это высшие вибрации, которые сияют, то Ом — это более низкие вибрации, которые звучат. А Ха — это ещё более низкие вибрации, которые представляют собой созидательную, творческую силу, которая из мыслей и чувств Всевышнего творит окружающий мир. То есть, ведах сказано, Всевышний не сотворил. Давайте не будем пока выходить за рамки нашей Вселенной. Это как бы вообще запутаться можно, особенно новичкам. Вот возьмём рамки нашей Вселенной. Просто ещё раз оговорюсь, что их бесчисленное множество, их сосчитать даже невозможно. Как, допустим, икринки в огромном нерестовом бассейне, где их тоже нереально сосчитать. Но сузимся до одной икринки, до одной Вселенной. Так вот, можно сказать, что в этой Вселенной существует творческая сила, которая превратила всё во Вселенной в нечто живое и движущееся. Но фактически это является мыслями и чувствами Всевышнего Прародителя. И он не сотворил эту Вселенную, он её, можно сказать, проявил из себя. С чем это можно сравнить? Вот мы в состоянии бодрствования, например, видим окружающий мир, щупаем своё тело и осязаем это всё. Но когда мы говорим о Всевышнем, в качестве примера лучше использовать сновидение. Вот пока мы спим, мы полностью уверены в том, что нас окружает реальный мир, который можно пощупать и потрогать. Но фактически это наши грёзы. Так вот, новички, не читавшие, допустим, такое высочайшее произведение, как Йога Васиштха, должны понимать, что вас окружают мысли и чувства Всевышнего, его грёзы, его мечты, его представления, его, можно сказать, даже в какой-то степени шахматную партию, в которую он играет. И все живые существа это фигуры на шахматной доске, либо актёры в огромном Вселенском театре жизни. И он таким образом познаёт себя. Он познаёт себя через живых существ, распределив своё внимание в их души, в их тела. И вот сейчас есть такое понятие, как, допустим, выносное устройство. Так вот, все живые существа это своего рода исследовательские выносные устройства, с помощью которых он внутри себя изучает сам себя. Но то, что мы называем материей, которую можно пощупать и потрогать, фактически является сконцентрированным до наших возможностей щупать и трогать мысли и чувства Всевышнего. В любую, скажем так, миллисекунду он изменит свою матрицу вот этого видения, голограмму, скажем, самовосприятия. И все мгновенно изменится. На этом вся магия построена, на этом построено все видовство. Но если магия это насильственное внедрение в голограмму Всевышнего, то видовство это мягкое добровольное воздействие с благословения свыше. С учетом, скажем, воли высших существ, высших йогов, высших волхвов, жрецов и ведунок, которые очень аккуратно и осторожно все это делают. Допустим, как повзрослевшие дети аккуратно и осторожно помогают отцу проводить какой-то опыт или снимать фильм, удерживать какую-то голограмму для каких-то целей и в этой голограмме создавать еще свои голограммки, которые ее дополняют и улучшают с разрешения родителей. Поэтому Ха, энергия Ха, если мы вернемся к трохрумнику Ра, Ом и Ха, это как раз созидательная сила, с помощью которой эта Вселенная существует, поддерживается, живет, развивается и все живые существа внутри нее. Это, скажем так, мужской аспект проявления Всевышнего и в небесном вселенском масштабе она называется Ха, ну скажем соответственно отрицательная женская если Ха расширяет строит то Ха архивирует сжимает в целях архивации сохранения накопленного опыта. И мы знаем что одна из видов Йог называется Ха Ха-Йога то есть баланс мужского и женского баланс расширяющего и сжимающего баланс творческого и архивирующего опыт этого творчества. И Ха имеет в земном материальном мире проекцию Ян и Тха имеет в земном материальном мире проекцию Ин Ну а Ин Ян знают сейчас практически даже в школе то есть взаимодействие полярных энергий мужского и женского аспекта этого бытия и всех живых существ и богов и самого Всевышнего. Итак Рам Ха или Ра Ом Ха если более дотошно раскрывать эти руны это безличностный аспект это воля мысли и чувства Всевышнего и можно было бы еще сказать что если скажем Ра означает свет Ом означает звук то Ха можно с определенной скажем натяжкой ну чтобы хоть как-то было более грубо примерами это все освещено но можно сравнить со временем это все истекает из Всевышнего и движет всем всей жизнедеятельности Вселенной если же говорить о личностном аспекте то тут будет более понятно личностный аспект Всевышнего называется род породитель ну а что такое род скажем уже возникает образ в сознании даже обыватели который не знаком даже с ведическим мировоззрением но род имеет скажем разные этажи проявленности и в данном случае понятие род подразумевается как проявление Всевышнего прародителя в личностном аспекте находящийся за пределами пространства и времени то есть причина появления порождения всего мироздания всей Вселенной всех живых существ двигательный побудительный мотив и движущая сила проявляющая жизнь во Вселенной и в живых существах а более земное проявление рода прародителя это род как совокупность родственников снизу доверху у каждого живого существа это вот та самая геометрическая прогрессия которую уже легко представить начиная с земного человека развиваясь в геометрическую прогрессию его родичей но над этим всем стоит еще боги и предки которые находятся в высших мирах ну кто-то временно в наказание в нижнем мире отрабатывает отрицательную карму как люди вот обычные попадают в исправительно трудовую колонию но тем не менее потом они имеют возможность подняться в верхние миры то есть род и в верхних мирах как совокупности геометрическая прогрессия родичей и богов от которых наши родичи и мы соответственно происходим и сами боги которые подразделяются на богов мирославия то есть энергетический мир и богов мира прави то есть за пределами находящихся пространства и времени но влияющих и управляющих нашим бытием нашей вселенной нашей жизнедеятельности а сами боги мира прави как даже те кто дорос до выхода за пределы пространства и времени это совокупность всего рода который стоит над всем итак всевышний в безличностном аспекте это ранха а в личностном аспекте это род как причина развития жизни во вселенной вот его две стороны медали род если мы возьмем ну кстати если мы возьмем все-таки какое-то понятие полярности безличностного аспекта то это рамха и инглия или изначальный свет ра потому что свет отделенный от источника уже сразу приобретает женский аспект полярность меняется на противоположную если мы возьмем личностный аспект то это род и соответственно рожан и вот этими силами как бы рамхой и инглией или рарикой ее еще называют то есть текущим потоком изначального света сотворяется личностный аспект более понимаемая нашим сознанием проявленность и род и рожана как проявление рамхи и рарики река кстати очень интересное скажем понятие это и как течение воды и как речение истины или речение воли и очень наш язык великий и могущий в этом смысле потому что он содержит себе вот такую образную мощь так вот рот и рожана стоят на вершине всего того что мы способны хоть как-то понимать вот арамха и рарика или поток инглии находятся за пределами нашего понимания нужно сначала дорасти до уровня сознания рода и рожаны чтобы потом начать воспринимать безличностный аспект всевышенный вот по данной теме краткий обзор но я думаю с помощью твоих вопросов и моих ответов мы нашим слушателям более развернутой картиной служим да в принципе ты так подробно все объяснил что даже надодумаю но что еще задать все разжевано и в рот положено осталось только проглотить с точки зрения физики мы не можем себе представить то что физически невозможно измерить и здесь в очередной раз мы можем вспомнить школу что были такие понятия доказуемые и воспринимаемые как оно есть на веру вот иностранное слово аксиома здесь подходит в некоторых случаях на определенном уровне развития человеку необходимо верить в то что это есть не с точки зрения веры божественной сияния мудрости а просто бытовой веры вот просто поверить что это есть допустить что это есть и в этом направлении начать разбираться двигаться то тогда уже многое начнет ощущаться не на физике а будет приходить уже в каких-то иных пониманиях иных представлениях самое главное не опуститься до уровня какой-то шизофрении и не начинать бегать с выпученными глазами всем кричать что я открыл Америку и я там поздоровался с Рамхой потому что у нас очень много есть людей которые узнав что-либо начинают просто фанатеть от этого брать в руки коля и этими колами пытаются загнать светлое будущее всех кто им встретится так что очередное предупреждение предостережение да очередное предупреждение очередное предостережение тем кто начинает изучать какую-то древность начинает изучать свое прошлое не будьте пожалуйста фанатикам уходить от фанатизма если вы об этом узнали это еще не говорит о том что другие первое об этом не могли знать до вас и второе что это сейчас нужно знать кому-то не обязательно так человек каждый постигает что-то свое в нужное ему время если бы такого не было на нашей земле а было бы все вот сейчас и сразу для всех одинаково то в этом случае никто бы не рождался сам по себе никто бы не умирал сам по себе все бы родились в один день все бы умерли в один день все бы прошли одинаковую школу с одинаковыми уроками задания 1 сентября вот в этого года все дружно пришли и такого-то там мая или июня все дружно вышли раз такого нет значит надо допускать с точки зрения опять же аксиомы что не все так просто не все так одинаково и каждый проходит свои пути каждый проходит свою школу в нужное ему время поэтому не бегайте с кольями не загоняйте всех светлое будущее не будите тех кому еще рано просыпаться не перетягивайте на свою сторону тех кто идут по своему пути совершенствования или отрабатывают какие-то свои узелки развязывают из прошлого находясь в каких-то может быть религиях каких-то может быть течениях которые вам уже неинтересны они так же там открывают Америку и так же ходят со своими кольями и всем доказывают как это здорово это что касается именно вот восприятия невосприятия то есть есть то что вы можете понять ограниченными своими органами чувств а есть то что необходимо на первом этапе допустить и в дальнейшем через саморазвитие вы начнете уже получать какие-то знания представления о том что органами чувств понять невозможно и тогда вы приблизите уже к тому о чем сейчас говорил нам Всеслав это к Рамхе или Всебогу или Всевышнему вот и так же понимание о том как это все есть устроено ну я даже не знаю что это спросить потому что ты очень много рассказал и вот если мы начнем сейчас разбирать какие-то маленькие темки мы можем перейти в другие уже программы которые связаны с богами наследниками детьми Рамхи и рода вот ты мне поставил такую небольшую трудную ситуацию скажем так ну смотри мы это с тобой если Всевышний как бы благословляет и родные боги тоже дают свое добро мы это рассмотрим в следующей передаче единственное что можно дополнить это откуда это мы знаем скажем так но не мы только мы с тобой а откуда это взялось в ведах и какие проекции в религиях ведических существуют тому что мы с тобой рассказали тогда более полная картина возник откуда это взято в ведах ты упомянул среднюю школу очень хороший взял пример где с первого по там десятый или одиннадцатый класс находятся ученики учащиеся с разным урагом сознания с разной степенью зрелости так кроме школ существуют еще училища институт университет аспирантура академия наук и если взять этот пример то в ведах вот эти знания взяты из академии наук если более конкретно сказать то те люди которые достигли уровня богов мирославии те боги мирославии которые развивались в дальнейшем и достигли уровня богов мира прави так вот те кто достиг уровня богов мира прави через йогу через запустим какие-то виды видовства духовной практики родные сейчас отвлекаться не будем какие но их тоже бесчисленное множество в соответствии с уровнем сознания местом и временем и обстоятельствами учащегося они достигли таких этажей где то что в физическом теле является органами восприятия озвученными нами то есть зрение осязание вкуса обоняние вкуса и и слов то у души тоже есть органы восприятия в народе это называется ясновидение яснослышание там и так далее и в видах описаны способности души так вот способности души выходить за пределы материального мира воспринимать энергетический мир то есть ближайших богов мы своей душой можем воспринимать ясновидением яснослышанием и так далее таким образом идет и общение и контакт и часть вверх таким образом написана в материальном мире от этих богов но если человек дорастает до их уровня и идет дальше то у них есть свое духовное уже не только душевное но еще духовное видение духовное слышание еще более совершенные органы восприятия и вот ими то как раз они и дотянулись до всевышнего прародителя чтобы хоть как-то описать его личностный и безличностный аспект вот а что касается параллелей то параллели я сейчас скажем расскажу и вы увидите как это согласуется с ну скажем тем что на слуху потому что мы утратили свои источники частично но наши младшие братья допустим в Индии там в Непале в Тибете в Гималаях они это сохранить смогли потому что их так не уничтожали сильно ни людей не литературу явления нашего бога вышины а в их транскрипции вишни итак то что называется у нас пранхой то есть безличностной аспекции вышни у них называется абсолют вот абсолют то есть очень емкое слово и ни о чем но тем не менее оно как бы дает нам понять что это невозможно описать и познать вот нашими земными попытками чувствами там и интеллектом а соответственно вишнуизме это маха вишну брахманизм это пара брано но это уже личностный аспект и соответственно в шиваизме это маха шива или махадев шива это то что у нас называется род породитель у них так называется с приставкой маха то есть великий величайший то есть размахшистый распространенный тоже кстати корень все корни санскрита происходят из нашей древней речи вот все что у них с приставкой маха в их религиях это наше понимание род породитель а то что за пределами каких-то образов это абсолют если взять допустим буддизм то у них это разные уровни будды которые находятся на разных этажах бытия таким образом они объясняют своим последователям этажи вселенной над всеми стоит главный будда который прозрел высшие миры и дал свое учение а то что является запредельным они называют нирвана или великая вселенская пустота но на самом деле если взять нашу родную речь и корни откуда-то само слово пошло да нирвано то есть едино целостно там где мир воспринимается как нечто единое целостное это уровень бытия и уровень восприятия того существа которое может дотянуться до этого уровня бытия там все едино ну как пример если мы рассмотрим допустим даже тело человеческое то есть скажем туловище голова руки ноги а на коже еще волоски да и глаза там и гениталии и так далее все разное у всего разная форма разный цвет там разное предназначение но мы-то понимаем что это все едино как человеческое тело и вот уровень где Всевышний воспринимается как единое целое называется нирвана это что касается буддизма вот параллели и это на слуху и из этого всего скажем легче составить общую картину меня иногда спрашивают люди вот какую ведическую литературу почитать и я всегда ухожу от этого ответа указывая на то что во-первых я не знаю вашего уровня развития это первое и если бы я знал то в этом случае даже бы несколько осторожно бы что-то рекомендовал а так не знаю я вам сейчас посоветую что-то а потом окажется что вы к этому не готовы и я просто своим советом окажу вам медвежью услугу вы начнете читать то что для вас будет или непонятно или совсем очень и очень просто и вы скажете если это просто ну что если изучать это не так все это было понятно уже тут Алексей что-то порекомендовал а если это очень сложно вы запутаетесь и скажете ну его нафиг мне какая-нибудь религия там поближе будет там все просто по полочкам разложено и все хорошо замечательно поэтому сразу прошу прощения у тех кому я так отвечаю не со зла это я делаю а только из-за того что общаясь только лично можно понять уровень человеческого развития и что-то порекомендовать уже и то я думаю даже так что если вы до чего-то созрели если вы к чему-то пришли то обязательно появится какой-то сигнал для вас появится какой-то человек который проходя мимо может быть скажет а ты вот это почитай а ты вот это посмотри а ты вот это послушай это будет более правильно нежели чем я буду вот так вот вам напрямую рекомендовать к тебе наверное тоже так обращаются часто а с чего начать или чем дальше там продолжить что почитать что посмотреть что тебе нравится какую литературу ты читал какую ты не читал что в таких случаях ты отвечаешь неизвестным тебе людям знаешь я вот сижу тебя слушаю и сам думаю как вот я сейчас бойко это все как бы излагаю это почему это потому что за плечами 40 лет 40 лет настырного дотошного изучения всего того о чем я упомянул и на ходу я никому тоже не могу ничего посоветовать вот спрашивают где найти общину я говорю обратитесь ко всевышнему и ко своим родовым богам вас выведут нужных вам людей и найдете вы общину так с литературой просто то что есть скажем сейчас ну кстати к сожалению конечно те веды которые омские староверы издали их уже успели признать экстремистской литературой но в интернете они все равно есть то есть начинайте с простого с тех ведических источников которые вам доступны что наши веды вот я которых упомянул амичи издали что допустим индусы издали ну там упрощено но тем не менее для новичка то в самый раз и из этих потом отдельных частичек как из пазлов можно будет собрать общую картину но имейте ввиду это с кондачка так не получится я 40 лет на это положил я бы сказал конечно берите букварь начинайте изучать кощун и финиста но их к сожалению тоже признали экстремистской литературой вот так вот взять и сказать тоже как бы себе дороже потому что не только Алексей Васильевич подвергается преследованиям я в том числе нахожусь поэтому я говорю так вот обтекаемо но умный человек понимает что как ты правильно сказал когда ученик готов учитель приходит сам то есть литература была вплоть до того что человек носом втыкается там где-то в букинистическом магазине в нужную книжку или как вот у меня недавно было на вокзале бабуля пристала буквально пристала купить эту книжку я вижу по глазам она вам нужна а я просто дожидался пока автобус там остановился тех кто нужно вышли тех кто нужно садятся вот она пристала я смотрю да полезная книжка и взял поблагодарил взял и это не единый случай когда нужную книжку прямо в руки ссуешь вот это обнадеживает потому что вы уважаемые слушатели должны понимать все контролируется теми богами и предками вашими вашими они воспекутся это родные предки родные боги этот мир голограммов которые вы учитесь и значит вы изначально поставлены в роль учеников над которыми стоят учителя и только ждут вот вы дозрели до этого раз вам это и дается проявляйте просто целеустремленность и веру я и не даю и ты тоже не даешь прямых рекомендаций почему потому что первое уровень человека не всегда известен понятен а второе есть некоторое ограничение по рекомендациям даже для самых начальных уровней и вот тут очень такая интересная ситуация возникает порекомендуешь ну то что я сказал или иногда завышенно окажется и человек просто не справится или наоборот слишком заниженный человек это как сказку прочитает и потом уже скажет да я это все знаю а есть еще другой уровень который ты вот как раз обозначил который я еще до этого не обратил внимания то что есть некоторая литература которую не очень правильно упоминать как в некоторых фильмах там мы его имя не называем вот из этой же серии эту литературу мы не называем вы понимаете о чем мы говорим вы понимаете о ком мы говорим вот из этой же серии приходится надо лавировать чтобы не встать на путь какого-то экстремиста не встать на путь какого-то бунтаря но при этом вот дать возможность человеку самому найти Что же касается личных уровней литературы, вот опять от первого до десятого класса. Ну, десятый класс не всегда доступен, даже в букинистических каких-то отделах, и не всегда бабушка на вокзале это предлагает. До этого надо дорасти, и тут уже встает вопрос о том, что появляется учитель из высших классов, который уже смотрит на вас, да-да-да, первый класс ты прошел, второй хорошо, третий отлично, ну, пора тебе уже там в общую школу переходить. Вот тебе уже, дорогой мой друг, вот эти знания. А что касается самых начальных, то, да, мы сейчас не упоминаем некую литературу запрещенную, но надо обратить внимание на следующее. Очень часто к первичной литературе такого плана идет множество вопросов от людей, которые где-то что-то прочитали, какой-то там анализ кто-то им выдал или кто-то указал на сайт, где очень много рекламаций, так в кавычках, представлено по этой литературе, что это фейк, что это все новодел, что это все выдумка, что это там кто-то вброс сделал и так далее. И ко мне часто обращаются люди с тем, опять же, а как определить, фейк это не фейк. Вот тот же человек, который из Омска что-то написал, это ахинея или анехинея, это выдумка или невыдумка, вот про него тут такое написано. А вот тот человек, который с длинной бородой, который вот там-то, там-то выступал, вот он там написал, это что, кривда, это его домыслы и так далее. Что в таких случаях ты отвечаешь? Ну, кстати, в качестве шутки могу дополнить. И борода длинная, и вроде говорит все правильно, но, блин, на поверку оказалось экстремист, да и только. Ну, типа того, да. Так вот, в данном случае, что я говорю, проявляйте здравомыслие. Это как раз то, за что гоняют Алексея Васильевича, лебедомана, ведогорода и хлеба. За то, что он объяснил, что такое здравомыслие. Прочитаю в ведах, спроси у священнослужителя ведической веры, если эти два совпадают, скажем, знания или сведения, проверь на личном опыте. И тогда ты будешь точно уверен, так это или нет, фейк это или не фейк. Ну, а если брать, допустим, сайты, которые не признаны никакими пока экстремистскими, то родная вера, вот, как наиболее, ну, скажем, здравомысленное течение, я лично считаю, это Рода Божия. И, соответственно, есть сайт родобожия.орг. И туда собраны материалы, которые проверены, вот, 40 лет человек изучал, 30 лет изучал, 50 лет изучал. Там собраны материалы, которые проверены десятилетиями. И поскольку иногда я туда пишу статьи, я заглядываю, что другие там пишут, и могу сказать, что пишут здравомысленно. Вот, пожалуйста, заходите туда, будет вам начальный класс. Ну, и для тех, кто уже в старших классах, там тоже материалы найдутся. Я всегда отвечаю так, для того, чтобы быть здравомыслящим, вот, ты очень хорошо напомнил нам всем про здравомыслие, что есть три основных параметра, которые указывают на то, правда это неправда. Так вот, с точки зрения личного опыта, здесь полезно, наверное, себе задавать вопрос. Во-первых, а твое ли это мнение, или тебе кто-то его навязывает? Потому что очень часто, не ведая о чем-то, мы берем на вооружение чье-либо слово, чью-либо фразу, чье-либо высказывание. А это уже не ведический подход к жизни, это вот такой стандартный. Мне что-то там сказали, ОБС, одна баба сказала. Вот, и я, значит, услышал это и говорю, да, все там фигня, все там ерунда, ну и так далее. Поэтому здесь необходимо включать уже такое локальное здравомыслие, уже из личного опыта. Вот есть глобальные здравомыслия, о чем ты сказал, вот три параметра, а есть еще внутри. Каждого такое что-то локальное, проявляющее. Вот первый самый вопрос, который нужно себе задать после того, как вы определили ваше это мнение или навязанное, он должен примерно звучать так. Несет ли это пользу для меня, для моей семьи, для моего рода, для моей державы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если в этом, то, что я сейчас прочитал и обсуждаю, что-то разрушающее для меня, для моей семьи, для моего рода, для моей державы. Вот если разрушающего там нет, и если созидающего там много, то в этом случае тогда, наверное, стоит наплевать на вот это ОБС, одна баба сказала, и на мнение каких-то там умных, в кавычках, или, может быть, не в кавычках, людей, и брать это на вооружение. Если же вы видите, что там очень много слов, которые, в общем-то, да, достаточно, да, красиво оформлены, какие-то мысли такие интересные, но эти слова или просто сотрясание воздуха, или такой набор интересный, который вас заставляет просто внимание там свое концентрировать, но при этом ничего вам не дает, то в этом случае настороженно отнеситесь к такой литературе, потому что она может быть создана только для удержания вашего внимания, или создана из-за того, что кто-то свою эту самость, значимость проявляет в литературе, в книге, как писатель. Вот. Если же вы видите, что там есть разрушающие какие-то моменты, то в этом случае тем более остерегайтесь такой литературы. Или вы не понимаете ее, и поэтому вы будете разрушать, либо там на самом деле увод в сторону и перевод вас на другую стезю, и вы уже будете все это делать с точки зрения демонической сущности. То есть или надо вам дорасти, или вы конкретно видите, что это разрушение. Вот такой я всегда даю совет. Когда мы начинаем говорить про каких-то бородатых дядек, что-то написавших, или иногда даже не совсем бородатых, которые что-то написали, то в этом случае вот такой простейший анализ, простейшее воззрение помогает разобраться, а правда ли это там, или это чье-то мнение, которое ты воспринял, потому что твой стакан был пуст, и туда вот это плеснули. Многие люди, пройдя это, начинают понимать и, в общем-то, говорят, слушай, да-да-да, я пожалуй, пожалуй, я немножечко передумаю вот то, что у меня в голове было, пожалуй, я сделаю некую корректировку. И смотришь, начинают уже более всесторонне смотреть, и к ним приходят новые знания, и не только из этого источника, на которые он скептически смотрел, а из других источников, и все становится более просто в этой жизни. Ну вот как-то так, чтобы не затягивать нашу беседу. Да, благодарю, очень хорошее дополнение. Я думаю, что если мы тему раскрыли, на твой взгляд, то на этом можно и прощаться с нашими уважаемыми радиослушателям. Да, мне кажется, про высших богов мы поговорили, о том, откуда все взялось, тоже упомянули. Кратко дали какие-то рекомендации, советы. Пользоваться, не пользоваться, это от нас не зависит, это уже зависит от тех, кто будет пользоваться или не пользоваться. Так что да, давай будем прощаться, говорить что-то, как всегда, важное, светлое, доброе. Пожалуйста. В качестве анонса могу сказать, что при следующей встрече мы можем с тобой разобрать основных богов мира прави, теми, кто стоит за пределами пространства и времени, но чья правда и чьи правила управляют этим миром, который мы можем себе видеть, чувствовать, щупать и осязать. И тем самым поговорим о старших богах наших и прародителях, в том числе и управителях, и направителях. Это в качестве анонса. Ну а пожелать духовного роста, как бы, всем желаю, потому что это наше предназначение. Я вот недавно видел статейку о том, что один из героев Махабхараты, сын Дроны Ашватхам, он жив до сих пор. И на сайте Рада Божия статья с дополнениями соратников к ней готовится к публикации. Так вот, когда с ним говорил один из очень высоких йогов, имел возможность с ним встретиться и провести определенное время, задавать вопросы, и тот рассказывает, что своего жизнь в течение почти 5000 лет, прошедших со времен Курской битвы или битвы на Курокшетра, как в индийских видах это озвучено, он наблюдает своим духовным зрением, как великие воины, сражавшиеся с ним плечо к плечу или сражавшиеся против него из противоположной армии, из-за самомнения, амбиции и ошибок перерождались не только в человеческих телах, но в телах животных и даже рыб и птиц. И ему больно это видеть, как Кали-Юга влияет на такие высокие души, которые докатились до таких воплощений. Что же говорить о других? Поэтому всем желаю бдительно исполнять предназначения, а это духовно развиваться. Вам даровано Всевышним человеческое тело. Занимайтесь человеческой дхармой, то есть человеческим предназначением, то бишь духовным развитием, но не где-то в монастыре, а в миру, через создание семьи, племени, рода и оказание содействия своему народу. И параллельно занимаясь духовными практиками и аскезами по мере своих сил. Будет вам и телесное здоровье, и душевное, и духовное. Вот такое положение. Благодарю, Всеслав, очень хорошее пожелание. Я же напомню, что мы сегодня говорили в беседе с Всеславом Глобой про родных богов славяно-арьев, затронули только первую самую часть наших бесед, надеюсь, что у нас будет целый цикл, и коснулись самых-самых первых богов, которые у всех, в общем-то, на слуху, и без которых здесь бы невозможно было что-то делать, что-то созерцать и как-то развиваться. На семье я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов, Всеслав Глоба. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok